приветствуем вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы отвечаем на вопрос наших зрителей все чаще и чаще почему осыпаются плоды инжира вы смотрите у нас именно дерево инжир который зимует открытые не надо его укрывать деревом растет и осыпается вот у нас в данном случае есть пример пример когда вот плодик может тоже не не дать урожай это у нас с прошлого года то есть почечки были и сейчас вот формируется новые и новые плоды видите он нарастает ровно столько сколько он знает что он выкормит но то что не может вытянуть и он естественно будет их сбрасывать у нас такая ситуация была со сбросом в прошлом году пока мы не поняли не разобрались в секрете что происходит с инжиром если не провести одну важную агро операцию и вот эта агро операция у нас находится под самим деревом смотрите здесь у нас солома где-то слой 15 сантиметров мы засыпали солому довольно таки вот это все область кроны вот здесь все засыпано соломой и проводится постоянно полив раз в неделю обязательный полив не там зачем поливать кстати многие рассказывают что инжир это такое растение которое посадил и потом только собираешь урожай вот я сразу же показываю действительно много урожая на этом деревце и больше ничего не делаешь а нет нужно замульчировать почву под деревом поливать раз в неделю основательно и далее еще подкормочки проводить мы провели весной подкормку под корень причем эта подкормка вот это новые удобрения которые мы приобрели и очень интересные эти удобрения нам понравились они и вот эти удобрения работают с помощью корня и естественно водичка здесь постоянно дается но обязательно по листу мы проводим постоянно когда работаем по саду это где-то раз в 10 дней идет подкормка какими обрабатываем препаратами наши овощные растения и садовые у нас одинаковая схема для того чтобы полностью обеспечить растения нужными питательными веществами рассказы о том что это просто так вот посадил и собираешь тонами урожай это все рассказы не подтвержденные действительностью все испытали проверили это не так поэтому нужно обязательно замульчировать область корней когда она не замульчирована сейчас вода очень быстро испаряется и корни не получают достаточное количество воды естественно и питательные вещества поэтому нужно подкармливать поливать и еще обязательно защиту делать а защита от инжирной огневки которая тоже участвует в уничтожении части плодов листьев поэтому нужно обязательно еще и защиту ставить хочу вам показать вот смотрите это зимы первые плодики они перезимовали в открытом грунте и далее идет вот формировка и нарастание чем мне нравится именно дерево то что не укрываешь и не сильно она гонится в высоте вот смотрите как красиво формировка идет хотя когда они были еще молоденькие естественно мы немножечко формировали то что надо было чтобы в стороны росло дерево а не высоту вот смотрите высота сейчас где-то 2 метра растению 5 лет из черенка сами череночек вырастили посадили и вот такое у нас деревцов свое поэтому пожалуйста помните что дерево инжира формируется у него корневая система чуть-чуть отличается от корневой системы кустовой тех сортов которые мы укрываем там идет корневая система в ширину и видимо ему достаточно того что можно набрать тоже поливаешь но там другая система а здесь корень идет очень глубоко но есть боковые но недостаточно видимо для того чтобы эти корни могли обеспечить водой и важными живительными веществами для того чтобы формировать и древесину на зиму и плоды и листья и проводить вот этот процесс фотосинтеза для того чтобы создать вот эту красоту и вкусноту для нас мы ответили на ваш вопрос что нужно сделать для того чтобы ваши инжиры не сбрасывали плоды радовали вас очень вкусными плодами витаминами плодами вот показываю как раз еще раз солома мульчируйте не только солома может быть сухая трава и затем можно будет получать вот такие прекрасные плоды инжира очень вкусные и полезные видео подготовили раиса горяченко александр волик всего вам самого доброго подсказки если будут ваши наши подсказки вам в пользу мы будем очень рады пользуйтесь используйте наши знания и опыт и пусть они вам приносят действительно хороший результат всего доброго до новых встреч на канале раиса горяченко дача сад город квіти миру вам та добра и хороших врожаев ваших садов и поверяем сегодня на питание почему инжир саме сорта який зимует и мае форму дерева скидывает плоды нарастают и скидывают как видите мы находимся как раз у деревца яке у нас теж дейсно росте дерево ми пять років тому мали можливість укоренити кусочек живця від деревного инжиру укоренили і ось в цьому році він вже має висоту 2 метри в минулому році теж він скидував плоды тільки декілька плодів дозрели і ми шукали відповідь поливали дуже часто але він все одно скидывал хоча ми і підживлення робили але тепер ми знайшли відповідь на це питання і відповідаємо ось вона відповідь ви бачите ось під деревом у нас мульча це може бути не тільки солома а користуємся ми соломою більше всього вона нам подобається якщо є суха трава можна і травою і гарненько ми тут 15 сантиметрів насипали на рівні крони там де ми зробили поливочну яму і ось тут на рівні крони замульчована і тут же у нас іде полив раз в неділю всього-навсього не треба бігати кожен день і плоди як бачите це деревце дуже гарно формує нарощує збираємо врожай уже більше десь неділі маємо таку можливість дуже гарний смачний врожай ви бачите як вони поступово це ті плоди які були з того року сформовані і ось зараз вони далі продовжують наростати так гарно коли дивишся і на гірячці є плід який вже можна зібрати і далі формуються нові ростуть нарощуються і бачите вони по два пазухи листів десь по одному в основному вони по два люблять вони дуже жити якраз отак таким чином ті розмови які ведуть деякі садівники які вирощують інжир от у нас дощик починається вони розказують що інжир це дуже легка справа скажу вам що треба і поливати і підживлювати ось подивіться до речі видно не вистачає і хочу показати вам це плоди які будуть ось ось будь ласка подивіться у нас інжир бачите там один вже здоровий один ще формується і один уже такий колір має жовтоваток коричневий оце що жовтоваток коричневий в минулому році всі вони осипались вони недоразвиті їм не вистачає води та поживних речовин і далі там теж така ж ситуація як бачите ось тому необхідно давати поживні речовини ми їх даємо через лися і необхідно обов'язково вода вода через отакі ями і мульчувати тому що коріння у дерев саме дерев інжира воно має корінь такий глибокий і бокові мають коріння і якщо не давати води бачите у нас великий такий об'єм велика яма поливочна і ми її замульчували і ось саме з цієї ями отримують коріння необхідні поживні речовини і з листя поживні речовини а саме головне тут вода вода без води рослина не може формувати і листя і всі процеси які проходять і фотосинтез і формування плодів і до речі готуватися до зими тому що окрім того що треба наростити масу плодів ще треба підготувати всі ці гілячки до зими до наступної зими і формувати теж врожай вже на наступний рік на цей рік та на наступний рік ось така тема будь ласка пам'ятайте що треба рослини інжиру давати їм водичку давати їм підживлення і захищати від шкідників хвороб ми ще не бачили а от шкідників шкідників в вигляді інжирної огньовки це у нас дуже часто буває що ж ми відповіли на ваше питання надіємося ви зрозуміли що треба зробити для рослин інжира щоб вони вас радували ягодами і були здорові мали здоровий вигляд і не висипали не всипали свої маленькі отакі гарненькі плодіки на все добре бувайте здорові відео підготували Рейса Горяченко та Олександр Волік до нових зустрічей на нашому каналі Дякую за перегляд!